Завершилась семнадцатая по счёту прямая линия с Владимиром Путиным. Она продолжалась 4 часа 16 минут. Не рекорд, но довольно долго. За это время в прямом эфире президент успел ответить на 81 вопрос. Семнадцатая по счёту прямая линия проходила в традиционном формате. С сюжетами корреспондентов из разных регионов параллельно к разговору подключались профильные министры. Правда, например, передавая слово главе Минздрава Веронике Скворцовой, Путин заметил. Одно дело, когда министр скажет, а другое дело я скажу. Среди включений из разных регионов, особенно запоминающимся, стал репортаж из Приморья. Журналистка телеканала «Россия» рассказывала, как косаток и белух из так называемой китовой тюрьмы освобождают в день прямой линии, подчеркнув её чудодейственный эффект. Решить их судьбу президент, напомню, поручил ещё до первого марта. С тех пор здесь собирались экспертные комиссии, проезжали учёные из команды Кусто. Вся страна объединилась во имя спасения белух и косаток. Но никаких серьёзных подвижек в этом деле не было. До сегодняшнего дня. Любопытное, конечно, совпадение. Или, другими словами, чудодейственный эффект прямой линии, иначе и не скажешь. На экран выводились вопросы из СМС. Например, дело Голунова. Что это было? Это правда, что говорит Навальный? Что будем делать, когда закончатся газ и нефть? И президент озвучил один из вопросов. Куда нас ведёт эта банда патриотов во главе с Единой Россией? Путин на это сказал, что когда люди берут на себя ответственность за принятие не очень популярных, но нужных решений, это зрелые люди, которые ставят целью улучшения жизни в стране. Появились и новые тренды. 15-летняя видеоблогерша из Москвы спрашивала про мусор. Позже в эфире появились и другие интернет-деятели. Например, Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, с неожиданным вопросом. Народ наш, как известно, доверчив, зачастую даже наивен, особенно в интернете. Вот молодые люди вообще слепо верят в любые выдумки и до хрипоты спорят, дескать, я точно знаю, я в интернете прочитал. Ну и вот вопрос, не пора у нас за распространение лживых фейковых новостей вести ответственность построже, например, уголовную. А ютуб-блогер Амиран Сардаров не упустил возможности прорекламировать свою шаурму. Одна из основных тем сейчас в сети – это закон о суверенном интернете. Со стороны это выглядит так, как будто мы пытаемся снова изолироваться железным занавесом от внешнего мира. Блогеры и пользователи в сети недоумевают, зачем это делается. Можете честно ответить, зачем приняли этот закон? И прежде чем начнете отвечать, хочу сказать, что в Москве у меня самая вкусная шаурма. Всех приглашаю. Камеры после этого запечатлили сидевшего в студии футболиста Артема Дзюбу, чью неодобрительную реакцию можно было прочесть по губам. В зале в этом году, кстати, было много спортсменов – гимнастка Загитова, Черчесов и актеры Александр Петров, Евгений Миронов. Что касается главных ответов президента, один из самых важных прозвучал после вопроса Нюта Федермессер о применении антинаркотических статей к медикам, из-за чего врачи боятся использовать опиоидные анальгетики. Говоря о 228-й наркотической статье УК, Путин исключил ее либерализацию, отметив, что тогда наркотики станут большой угрозой для страны и для всей нации. Другое дело – наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, сказал Путин, упомянув дело Ивана Голунова. По поводу денег Захарченко и других складированных миллиардов коррупционеров, прокомментировал, что у него просто нет слов, печатных, по крайней мере. На вопрос об арестах бизнесменов глава государства отметил, что исключать такую меру пресечения все-таки нельзя. И если богатый человек будет бесконечно откупаться, этого нельзя допустить. Прямая линия началась с темы падения доходов населения. Президент признал, что россиянам стало тяжелее жить, напомнив о шоках, которые повлияли на экономику, но отметил, что реальные доходы восстанавливаются. А закончилась линия вопросом, за что Путину бывает стыдно. Он рассказал об одном случае. Это было, по-моему, осенью, слякоть, грязь. И куда-то я перебирался, шел там по этой слякотью к машине. Вдруг появилась женщина преклонного возраста. Что-то невнятно сказала, и вдруг упала на колени. Отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, ее потеряли. Никогда этого не забуду. Вот, мне сейчас стыдно. Поэтому вот все, что до меня доходит, в руки попадает, я все стараюсь отработать по полной. Держите все в руках. Когда, вы знаете, не всегда можно решить вопросы. Некоторые есть нерешаемые. Я почти уверен даже наверняка, что там было теперь. Прочитав уже десятки таких записок, наверняка что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-нибудь в этом роде. Но дело не в этом. Дело в том, что ее потеряли. Эта прямая линия продолжалась 4 часа 16 минут. Не рекорд, но опять же, традиционно, как и многое в этот раз. Все-таки я отреагирую на некоторые вещи, которые увидел не Крымин. И это вопросы политического характера, чтобы не было впечатления, что мы уходим от этих вопросов. Но, например, такой достаточно острый, куда нас ведет эта банда патриотов из Единой России. Я считаю, что когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных в стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры, укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге. Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка. Мы утратили оборонку. Мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе. И поставили страну на грань. Утрата суверенитета и развала, надо прямо об этом сказать. Поэтому, конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность. Но наверняка, если ведь это произошло, то есть и такие, которые за это ответственность должны нести. Я повторяю, не хочу называть их бандой, но это результат их работы. Линия началась с темы падения дохода в население. Президент признал, что россиянам стало тяжелее жить. Напомним о шоках, которые повлияли на экономику. Но отметил, что реальные доходы сограждан постепенно восстанавливаются. Еще один вопрос, который зачитал президент. Когда чиновники будут получать такую же зарплату, как рядовой работник? Путин вспомнил известную шутку. Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Президент отметил, что если резко понизить зарплату чиновников, тогда не удастся найти достаточно квалифицированных кадров управленцев. В чем я согласен, разница не должна быть колоссальной, отметил Путин. А вот что ответил президент на вопрос из Магадана о 9 миллиардах полковника Захарченко. Какой была реакция главы государства, когда он узнал о складировании миллиардах коррупционеров? Когда узнали об этих складированных миллиардах, какими словами ваша реакция выражалась? И вообще есть... Иногда лучше слух не произносить, да, но не смешно, на самом деле, реально. Это вот действительно, когда узнаешь о миллиардах, это просто нет слов, печатных во всяком случае. Но, повторяю еще раз, это не должно нас останавливать в борьбе с этим явлением. Владимир Путин в ходе прямой линии сам затронул дело журналиста Ивана Голунова. Это произошло после того, как Нюта Фидермессер подняла вопрос о применении антинаркотических статей к медикам, из-за чего врачи боятся использовать эпиодные анаргетики. Путин призвал выработать систему отчетности и фиксации в обороте наркотических средств при палеоативной помощи. Президент попросил Голикову подготовить предложение. Глава государства исключил декриминализацию антинаркотической статьи и высказался о деле Голунова. У нас действительно за нарушение в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров. Более того, от всего количества тюремного населения, так условно говоря, 26% сидельцев, это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, наркотических средств и препаратов, прекурсоров. Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет. Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. И поэтому, если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, значит, распространяет даже небольшие объемы, дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может. Другое дело, что нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности и ради галок, чтобы людей в тюрьму не сажали, чтобы не было таких случаев, как с журналистами, кстати говоря, и генералы были за это уволены. Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию. Ну, и здесь, повторяю, самое главное – наладить контроль. Поэтому, думаю, что, я поговорю еще и с Генпрокуратурой, с ФСБ, с Министерством внутренних дел, может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. Ну, и ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться. Итоги прямой линии впечатления мы обсудили с политологом Константином Симоновым. Ну, конечно, тяжело уже этот формат вытягивать. Чувствуется все-таки усталость. Когда организаторы этой прямой линии пытаются какой-то оживляш внести, выглядит это грустно. Вот если бы я не был политологом, когда вот я услышал какой-то кудрявый мальчик вначале про собачку там рассказывал, я бы уже, честно говоря, выключил, не дождавшись еще опоздавшего на 10 минут Путина. Ну, потому что это вообще какая-то странная. Или Черчесов там, который сказал, что я вообще-то пришел не вопросы задавать, потому что он уже отучился их задавать. Ну, это какая-то странная такая история. Какие-то блогеры там, инстаграм-блогеры или блогеры. Ну, это же вроде как новый тренд. Это сейчас популярно. Лидеры мнений. Купайте мою шаурму. И Дзюба как-то высказался на этот счет. Это реально полный трэш. То есть я понимаю, что они пытаются там как-то что-то оживить. Министры там появляются, но это не оживление. То есть та публика, на мой взгляд, которая более вопросная, которая воспринимает это как, если это там мудрый президент, нам что-то рассказывает, для них это как бы просто открытый рот и удивление. Эти смс-ки. В том году там была куча таких странных смс-ок. В этом году все равно там это продолжается. Возрастной лицей этого не понимает. Молодое население, конечно, это все не смотрит. Поэтому зачем там нужны там инстаграм-блогерши, за спиной которых написано «гелс, гелс, гелс». Я, честно говоря, не совсем понимаю. Но, по вашему мнению, это не может привлечь все-таки молодое население? Да нет, конечно, смеетесь, что ли. Нет, это, конечно, привлечь не может. Поэтому с точки зрения формы усталость чувствуется, и здесь организаторы явно, ну, им как-то уже, мне кажется, там не хватает задора что-то придумать. Что касается держания, нельзя сказать, что меня это сильно удивило, но бросается в глаза. То, что все прежние темы, которые на последние пять лет выступали в качестве, там, головного хита, международное положение, возвращение Крыма, Россия в Сирию, стали с колен, они все уходят на второй план и замещаются экономикой, социалкой. Совершенно четко. То есть первый международный вопрос появляется где-то там в районе час-двадцати этой прямой линии про санкции вопросов. До этого все касается экономики, социалки. Причем, ну, первые вопросы, они, ну, конечно, такие достаточно яркие, там появляются пожарные, которые говорят, как мне жить, потом получат какие-то больницы без врачей, там, пациенты, которые хотят, что не попасть на приемы. И вот тут получается, как действительно, и когда Путин при этом нужен вопрос про экономику, и он говорит, нам нужен искусственный интеллект, нам нужны там роботы, как там женщины из этого бизнеса, там, Яндекс и Касперская задают вопросы, там, у нас крутые информационные компании. Конечно, вот этот контраст, он не то, что он виден, но получается, что он как бы запрограммирован в самой этой прямой линии. То есть не то, что сейчас, повторяю, это сильно удивляет, но вообще вот с точки зрения того, что сама прямая линия начинается с таких жестких социальных вопросов, да, и показана, опять же, глубинкой провинция, где там уже в Тюменской области нет воды в населенных пунктах, в Тюменской области, то, и опять же, на прошлой линии меня поразило, что президент постоянно говорил, не может быть, значит, надо разобраться, это, наверное, не так. На этой линии этого было меньше, но тем не менее, все равно вот эти фразы проскакивали, там, это нужно реально проверить, надо разобраться, да неужели это так. Еще и губернаторы, кстати, стали, вот это и спой, поразительно. Вот губернатор УС, если его спрашивают, да, там, ему говорят, у нас в районе идет застройка под коммерческое жилье, он говорит, то, что для меня строят коммерческое жилье, это новость, слушай, как ли это новость, ты губернатор, то есть получается, что президент, его все удивляет уже в стране, да, и зарплаты пожарных, вот, и то, что в больницах нет врачей, и губернатора удивляет, что у него в регионе идет массовая коммерческая застройка, а он там открывал садик, но теперь он не в курсе, вот, и сейчас повторяю, не то, что меня это сильно изумляет, но то, что это подчеркивается на прямой линии, это достаточно важно, то есть получается, что вот эта международная повестка, она уже не вытягивает систему, у людей есть четкий совершенно запрос на экономику, есть четкий совершенно запрос там на вопрос о доходах, вопрос о социальных услугах государства, и они забивают и внутреннюю политику, что хорошо, наверное, для власти, но забивают и международную политику, что плохо, потому что власть всегда на этой международной теме выезжала, а теперь не получается, и сама власть это понимает, и даже структура, видимо, самих вопросов заставила организатор прямой линии все равно вот эти вопросы пускать. Прямая линия раньше давала относительно сенсационные решения, которые потом воплощались в какие-то решения исполнительной власти, теперь нет и этого, вот и получается такой действительно вроде бы разговор на тему, как все там непросто, но который завершается, разберемся, посмотрим, возьму на карандаш, там отдадим по голове губернатору, ну и так далее. Это был Константин Симонов. Примечательно, что за все время прямой линии ни разу не прозвучала тема коррупции в силовых структурах, обращает внимание Георгий Бовт. Прямая линия довольно походила на прошлогоднюю по формату, и она длилась примерно столько же, сколько в прошлый год. Вопросы понятные, они, в общем, повторяются довольно часто и, как правило, касаются социальной политики, здравоохранения и уровня тарифов ЖКХ и других традиционных тем, из новых тем, разве что мусорная реформа в этом году появилась, и президент был вынужден отвечать на этот вопрос. Бросилось в глаза, что я вспомнил старый лозунг еще советского времени, который звучал примерно так, органы не ошибаются. Несколько раз была затронута тема, а так или иначе связана с работой силовых структур. Это касается бизнеса, надо ли арестовывать по экономическим статьям или можно вносить залог, например. Или, например, когда была затронута антинаскотическая статья, Путин выступил против ее смягчения, и по полковнике Захарченко был поставлен вопрос, откуда у него 9 миллиардов. Ни разу не звучал тезис о том, что есть коррупция в силовых структурах. Вот это мне показалось примечательным. Вопрос был о том, является ли Путиным инопланетянином. Не знаю, зачем он его зачитал, но ответил он на него, в общем, достаточно исчерпывающе. Сказал, что инопланетянином не является, чему свидетельством наличия у него детей. Так что хорошая шутка. Продолжение следует... Продолжение следует...